Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Посмотрела я поход в спортмастер, знаю, что у них был стрим, и короткими перебежками на дзене я заглянула, посмотрела. Я не смотрела весь, я уже как-то говорила, что я не смотрю пиратские стримы. Ну, кое-что о стриме тоже я узнала. Узнала, да, как Нинке залетали вопросики, платные вопросики с донатами, которые она не зачитывала, да. Но начинала их зачитывать. Также, ребят, ну и также о том, что она проехалась по мне, я это как раз-таки увидела в стриме. Но вы, если знаете меня и слушаете меня, то я на такое обычно не отвечаю. Я уважаю себя, я ценю себя, чтобы как-то реагировать на помойку. Ну, а то, что её трясло и колбасило, и она визжала, это как раз-таки говорит, что я правду толкую, и это её нервирует. Ну, и что хочу сказать, ребят, поход в спортмастер. Это трэш, конечно же. По поводу того, что они собираются на передачу, мне, опять же, вы написали, так как я в стриме почему-то не попала на этот момент, где якобы у Фовка спалился, что они собираются там на какое-то шоу, да. Но, опять же, ребят, Нино купила себе как раз-таки, наверное, для этой цели новый элефон, дабы шлики не выглядывали вонючие и грязные, ну и новую сумку. Ну, а Фофи, наверное, решила прикупить футболку. Да и футболки-то по акции были. Почему не прикупить? Ну, заодно и прихватила Фофиному папе. Ну, это, конечно, трындец этот поход в спортмастер. Кричать хочется, куда смотрят продавцы. Набрал майк, ребят, и когда он повернулся в этой примерочной, ребят, я в шоке была. Спина у него была насквозь мокрая, и это просто жесть. Это просто ужас. Прикиньте, он стащил с себя эту мокрую майку. На вонючее, липкое, мокрое тело он напяливал эти майки и футболки, вернее, и примерял их. Ну, благо, одну купил, а вторая отправилась назад. И представьте, кто-то после Фофы будет её примерять. Ребят, жесть. Честное слово. Ну, это сандалеты какие-то там примеряла. Что-то примеряла, примеряла, да не намерила. Не понравилось ей, опять же, ничего. Ну, знаете, такое чувство, что никаких магазинов больше не существует, как спортмастер. Ну, или их гоняют отовсюду с камерой, кто их знает, а спортмастер уже привык. Ну, и что ещё хочу сказать. По поводу стрима немножко. То, что якобы стрим, это, наверное, для того, что они не во Вьетнаме. Что они якобы дома сидят. И опять же, ребят, сначала вела она стрим сама, потом дозвалась Фофоньку, да. Фофонька сначала рядом сидел, нёс пургу, рассказывал про игры, в которые он там рубится. Потом Фофо устал сидеть рядом и развалился на диване, вернее, на кровати. Брачное ложе, которое было обляпано, ребят, не пойми чем. То ли заболевали они это ложе, то ли жратвой обляпали. Мы же не знаем, чем они там занимаются на этом ложе брачном. Может, жрут, может, блюют, может, бухают. Но то, что бухают они, и прибедняется она, рассказывая, что нет-нет, совсем не пьём, совсем не пьём, только нюхаем и по праздникам по одному грамму. Это понятно, что враньё, помойка она есть, помойка, и помоечники, они и есть помоечники. И это как раз-таки и показала их кровать. Какая она свинская, точно такая же, как и хозяйка. Ну, а ещё, ребят, знаете, о чём хотела я сказать? Помните, пиратка как-то в своих видео упоминала про Нейкова ВВ, да? И я решила зайти к ВВ на канал. Думаю, загляну-ка я, что из себя он представляет. Кто там может ещё рвать свой, ну, ладно, свою пятую точку за пиратку и других фриков Ютуба? И вы знаете, заглянула, посмотрела я буквально, ну, наверное, от силы минут пять на ускоренном, попала как раз-таки на момент, где он отлично высказался и не в пользу пиратки. И высказался он по поводу волчьей ягоды и мороженки с волчьей ягодой. И это как раз-таки был Стёб, хороший Стёб над пираткой. Посмотрела я его, послушала совсем немного. Поняла, что совсем он не такой уж и глупый. Возможно, где-то хотел хайпануть на этих обжорах, ну, я имею в виду Судакову и пиратку. Возможно, где-то заблудился, возможно, где-то ошибся. И не зная полной, да, истории жизни, что пиратки, что Судаковой, и, возможно, знаете, так в таком заблудившемся состоянии он как-то, наверное, и пытался стать на их сторону. Ну, может, как-то и хайпануть, потому что, судя по просмотрам, то как раз-таки где-то он упоминал Судакову и просмотры там у него есть. Ну, а по поводу пиратки, так-то, слушайте, аж обомлело. И, возможно, как раз-таки это чем-то его зацепило. Но, поковырявшись во всём этом, я думаю, он сделал определённые выводы. И эти выводы уже как раз-таки и заметны были в том моментике с мороженкой, да, с волчьей ягодой. Но он довольно-таки неглупый. Просто, мне кажется, малюха он заблудился. Ну, я думаю, что выберется он из заблудших овец. Такое тоже бывает. А на самом деле пацанчик довольно-таки юморной, весёлый и совсем неглупый. И я думаю, что ему не особо-то и захочется топить свой канал благодаря каким-то фрикам. Ну, согласитесь. Ну, и дальше что ещё хочу, ребят, сказать относительно пиратов. Нинка ещё рассказывала, что отдыхать якобы они вроде как не планируют, да, и уже там они купаются, наслаждаются природой и отдыхом. И якобы мы всё это увидим. Ну, по поводу купаются мы уже видели, как пиратка купается и наслаждается. Посмотрим, чем закончится очередное купание. Ну, и также пиратка у нас очень трусливая, да, скажем так, ссыкливая. То, что стрим у неё был закрыт от комментов людей, которые не подписаны на неё. И не подписаны в течение 24 часов, то есть суток. И как она сказала, если вы захотите поучаствовать в стриме, то якобы подписывайтесь. Ну, и, естественно, люди из Бана тоже не могли ей написать. Поэтому и читала она только лизоблюдные комменты хомяков. Ну, и, возможно, Фофа и не выходил из кухни долго, потому что сам писал эти комменты. Это тоже не исключено. Ну, а откроют они стрим на Ютубе или не откроют, это мы посмотрим. Потому что на Дзене как-то, знаете, не особо интересно. Там не видно чата, там не видно, кто что писал. И стрим, конечно же, смотреть классно. Это когда вот идёт он, и ты его смотришь. Но, опять же, я не собиралась смотреть его, хотя знала, что он будет. Читала в комментах у пиратки, что она говорила, что проведёт стрим. Ну, возможно, сегодня, вчера, да. Но я уже говорила, что стримы пиратские не для меня. Видно было, что она нервничала, она была в напряжении, потому что она была в ожидании негативных комментов. Ну, они были. Хоть платные, но были. Только вот она как была хитрюга и халявщица, так ей и осталось. И неугодные платные комментарии она не зачитывала. И не знаю, ребят, есть ли прогрузится у неё стрим, не факт, что она это всё вырежет. Но кто был на стриме, тот понимает, о чём я говорю. Так как скрины этих сообщений на экране я видела, ну и кто смотрел стрим, тоже, думаю, видел. Но не факт, что всё это она оставит. Пиратка, она и в Африке будет пираткой, наглой, лживой помойкой. В общем, мои хорошие, заканчиваю. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну и спасибо каждому из вас за то, что комментируете, за то, что поддерживаете. Вы у меня очень классные, интересные и юморные. Не устану вас благодарить. Прекрасного вам всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok